Я продолжаю рассказ о нашем визите в заповедник Маньони. Жираф самое высокое животное на земле. Взрослый самец достигает роста 6 метров и может весить более 1 тонны. Самки несколько меньше. Язык жирафа темного цвета и может быть длиной 50 сантиметров. С его помощью жираф обгладывает листья и побеги растений. Язык имеет утолщенные сосочки и густую слюну, что защищает его от колючих шипов акации, которые составляют основу рациона жирафа. Одной из любимейших акаций это акация негрессенс или же нобсон три, у которой шипы на стволе имеют вид в выпуклости и предположительно предназначены для защиты коры дерева от поедания слонами. Рожки жирафа называются осиконы. Они состоят из хряща и покрыты кожей и шерстью. У самок осиконы тонкие и пушистые на концах. У самцов они более толстые и длинные, и шерсть на концах отсутствует. Шея – основное оружие жирафа в борьбе за самку. У взрослого жирафа шея может достигать длины 2 метров. При этом в ней всего 7 позвонков, как у человека и других млекопитающих. Но сочленения между шейными позвонками устроены так же, как наш плечевой сустав, что позволяет жирафу вертеть шеи почти на 360 градусов. Рисунок на шкуре жирафа также уникален, как отпечатки пальцев у человека. Вы не встретите двух одинаковых узоров. С возрастом пятна на рисунке темнеют, и это позволяет отличить взрослых особей от более молодых. У этого жирафа, видимо, чешется нога. Мы сделали остановку на утренний кофе с аморулой. А когда начал накрапывать дождь, наш гид Вандербой выдал нам эти пончо. И я попробовала себя в роли трекера. Правда, только во время стоянки. Представляю, каким незащищенным чувствует себя трекер во время сафари, когда к машине приближается стадо слонов. Африканский или капский буйвол – один из крупнейших современных быков. Взрослый буйвол может весить до 1 тонны, а достигать высоты в холке 1 метра 80 сантиметров. В заповеднике Маньоне стадо буйволов насчитывает более 450 голов. Капский буйвол весь покрыт черной шерстью. Голова у него посажена низко и украшена закругленной парой рогов. У взрослых быков основания рогов на лбу срастаются, образуя сплошной костный щит. Расстояние между концами рогов может быть более 1 метра. Зрение у буйвола слабое, зато тонкое обоняние и хороший слух. Буйволы – очень осторожные животные, особенно коровы с телятами. При малейшей опасности они вскидывают голову, поднимая рога. Встревоженные буйволы бегут медленно, но в случае опасности или атакуя они могут развить скорость до 60 км в час. Южный желтоклювый птицы-носорог при общей длине тела 60 см имеет клюв длиной 10 см, который составляет 1,6 часть всей его длины. Птица-носорог использует свой клюв как щипцы, хватая с земли термитов, жуков, пауков, многоножек и даже скорпионов. Бегемоты проводят большую часть времени в воде и выходят на сушу лишь ночью на несколько часов для кормежки. Взрослый бегемот может находиться под водой довольно долго, задерживая дыхание на 5 и даже 10 минут. В водоемах заповедника можно увидеть африканскую колпицу, водную птицу из рода ибисов с клювом в виде ложки, пеликанов, а также желтоклювого аиста и множество других водных птиц. Видовое разнообразие мира хищных птиц, включая стервятников и орлов, которые гнездятся здесь, свидетельствуют о здоровой экосистеме заповедника. В Южной Африке опитают два вида носорогов – белый и черный. На самом деле оба носорога серого цвета, а название произошло при искажении бурского слова широкий, которое созвучно английскому слову white – белый, а черного назвали черным, чтобы различать два вида. У белого носорога широкая верхняя губа, с помощью которой он скусывает траву. Черный носорог питается кустарником, и его губа заострена в виде хоботка. Существует еще один способ различать два вида носорогов. Детеныш белого носорога всегда идет впереди матери, детеныш черного всегда позади. Так же, как у людей, белые кожи и матери толкают коляску с ребенком перед собой или же носят его в переноске кенгуру на груди, а чернокожие матери привязывают ребенка сзади к спине. Но на самом деле объясняется это не расовыми различиями, а диетой носорогов. Белый носорог ест траву и пасется на открытой местности, так что ребенок может пастись рядом с матерью. Черный же носорог питается листьями кустарников, и мать должна расчищать дорогу детенышу через густую растительность, поэтому он идет позади. А это большой папа-носорог. Он сопровождает свою семью и помечает территорию, распыляя мочу на траву и кустарник. Как во всех африканских заповедниках, здесь, конечно, обитает большое количество антилоп, нялы, импалы и величественные куды с их большими винтообразными рогами, которые достигают длины 1 метра. А сейчас я познакомлю вас с двумя удивительными слонами Рэмбо и Рэйчел. Они родом из Зимбабве, где их стадо было полностью уничтожено. Этим двум слонятам удалось убежать, и они пришли за помощью к людям. С возраста двух лет они были выкормлены вручную и привыкли к людям. Все попытки вернуть их в дикую природу оборачивались неудачей. Слоны искали общение с людьми и наводили ужас на соседние поселения. В итоге сотрудники заповедника Маньони перевезли их к себе и помогли им найти баланс между общением с людьми и обычной жизнью диких слонов. Смотрители постоянно находятся рядом, когда слоны пасутся на природе. Слоны защищают своих смотрителей от хищников, львов и леопардов. Ночевать они всегда приходят на огороженную территорию по собственной воле. И каждое утро в 11 часов они приходят из саванны в это самое место, где происходит интерактивное общение с туристами и кормление. Рэйчел, она более сдержана. Она только позволяет потрогать себя за хобот в определенном месте, но с удовольствием принимает еду из рук людей. Рэмбо более общительный. Его можно потрогать за уши, бивни, ноги, хобот и даже язык. Я никогда раньше не трогала слона, и мне не удавалось так близко его сфотографировать. Кожа слона на ощупь очень твердая и шершавая. И вот такое непосредственное общение, близость к этим гигантам оставляет незабываемое впечатление. Кабаны-бородавочники хорошо изучили режим дня слонов и всегда приходят сюда во время шоу, чтобы поживиться остатками корма, который слоны роняют на землю. А затем нас ждал прекрасный сюрприз. Предыдущей ночью мы полчаса пытались найти место ночевки гепардов и в результате увидели только их сверкающие глаза в темноте. Утром на этом месте их уже не оказалось, но нам повезло встретить их у озера. Гепарды были максимально расслаблены и позволили собой полюбоваться и пофотографировать. На заднем фоне слышны громкие крики зеленых мартышек, верветок. Так они предупреждают друг друга об опасности. Но гепарды то ли были сыты, то ли было слишком много народу вокруг, их не заинтересовали мартышки. Гепард – самое быстрое наземное млекопитающее. Во время погони за добычей гепард развивает скорость до 100 км в час, разгоняясь за 3 секунды. Бежит гепард большими прыжками длиной 6-8 метров благодаря своему гибкому позвоночнику и мощной мускулатуре в области позвоночника. Когти гепарда полувтяжные, поэтому при беге они действуют как шипы на футбольных бутсах и позволяют ему быстро менять направление бега. Но этот стремительный бег длится максимум 30 секунд на расстоянии до 400 метров и даже увеличенный объем легких гепарда не может восполнить такой расход кислорода. И если жертву не удается настичь в первые сотни метров, гепард прекращает погоню. Основная добыча гепарда это антилопы среднего размера, как импалы. Гепард есть только ту добычу, которую он убивает сам и редко оставляет что-то про запас. Субтитры делал DimaTorzok Возвращаясь с вечернего сафари, мы встретили группу львов, расположившихся на ночлег. В прошлом видео я показывала вам двух старых самцов, которые обычно держатся отдельно от общей стаи. В этой группе были молодые самцы и самки. Мы получили массу положительных эмоций во время визита в Zebra Hills. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо за просмотр. До встречи в моих новых видео. Пока!